Башкортостан Удалось ему попасть в прикирку со штангой, но Ховинин успел выставить щиток Напомним, в прошлом сезоне мутищенцы выдали серию из нескольких побед подряд И вскочили в вагон уходящего пояса до плей-офф Где в итоге уступили в первом раунде питерскому скалу Опасный момент сейчас у ворот Атланты и Артем Гореев отправляет шайбу в ворота Третья шайба на турнире для воспитанника уфимского хоккея из Новокузнецкого Металлурга Напомним, во вчерашнем матче с Салаватом Юлаевым Артем оформил дубль Приятно, приятно наблюдать за игрой уфимских воспитанников Пусть они играют в других командах, тем не менее забивают и являются лидерами команд Это радует, что все-таки уфимские игроки до сих пор являются одними из лучших в стране Кстати говоря, Ярослав Дебленко также не чужой для нашей республики хоккеист Дело в том, что мама Ярослава живет в Уфе, так же как и родители Максима Майорова Так что можно не сомневаться, что на трибунах сейчас присутствуют персональные болельщики Дебленко и Максима Майорова Опасный момент и шайба в ворота Евгений Артюхин вылез на пятачок Буквально продрался сквозь оборону Новокузнецчан Ну а Александр Котинкин оказался расторопен на пятачке И счет 1-1 Менее чем за 10 минут мы увидели с вами, дорогие друзья, уже две заброшенные шайбы Мы видим сейчас, как Артюхин прорывается, попутно роняя оппонентов Ну и стоит отдать должное, конечно, Александру Котинкину, который настырен был на пятачке И в итоге стал автором заброшенной шайбы Ответ Новокузнецчан Валуйский со входа в зону бросает из-под защитника Борисов все прекрасно видел и спокойно зафиксировал шайбу Максим Майоров на всех парах мчит в чужую зону Оставляет шайбу низколе Энквист Хатая Хатая бросает, но попадается у его же игрока Энквиста, стоявшего на пятачке Сангвинетти Энквист бросает Ховинин все видел, фиксирует шайбу Небольшая заварушка, но суди успевает разнять Игроков вбрасывание в зоне Новокузнецкого Металлурга Расположились мытищенцы в зоне Хатая Что будет с Энквистом Энквист пытался сразу адресовать шайбу на низколу Который дежурил уже на дальнем пятачке Но внимательны были оборонцы Новокузнецкого Металлурга А вот здесь вот все-таки Энквист Огорчает Ховинина Как же так? Новокузнецкие хоккеисты оставили одного на пятачке Ведущего форварда Атлантом Ну и естественно он легко расправился С голкипером Новокузнецкого Металлурга 2-1 Не без участия уфимцев Вновь в этой заброшенной шайбе Принял непосредственное участие Максим Майоров Именно его передача вывела Энквиста на ударную позицию Ну и Швед не промахнулся Не удается пока закрепиться полноценно Расположиться в зоне Новокузнечан Вот только сейчас Очень активно в меньшинстве играют Мытищенцы Поэтому и возникли трудности у Новокузнечан С расположением в зоне Бросок сейчас нанес Александр Аксененко И была подставлена клюшка Если я не ошибаюсь Это Магомед Гимбатов удачно сыграл на пятачке Еще 2-2 Санти герой Последних минут Андреас Энквист Удалился он на 2 минуты И воспользовались Комфортным преимуществом Новокузнечане Как раз сейчас повтор Заброшенные шайбы Нет, однако же это не Магомед Гимбатов забросил А Александр Аксененко Который набрасывал от синей линии Шайба рикошетом Через конек защитника Атланта Заскочила в сетку Алексей Касауров Попытается сейчас переиграть Сергей Борисова Капитан Новокузнецкой дружины Опытный мастер И в девятку отправляет он шайбу Не мудрствуя Лукаева Бросил и Папа А Сергей Светлов отрежает на Исполнение буллита Юка Бекухата Финского легионера Своевой Но Не удается тому реализовать Свой штрафной бросок И Выигрывают Новокузнецкие хоккеисты В этом матче Со счетом 3-2 серии буллитов И в итоге Становятся Третьими призерами 15-го кубка Республики Башкортостан По хоккею Редактор субтитров А.Семкин